В Сочи составилась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. «Конфликт длится десятилетиями, он должен быть прекращен», сказал президент Путин, говоря о Карабахском конфликте. В свою очередь премьер-министр Армении отметил, что для Еревана приемлемы подходы, предлагаемые по Наргорному Карабаху российским проектам базовых принципов и параметры установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Пашинян отметил, что у армянской стороны до сих пор нет подтверждения, что российская сторона поддерживает ее предложение. Отметим, что сегодня также состоится трехсторонняя встреча лидеров Армении, России и Азербайджана. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдуллахьян провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Иранский министр заверил Байрамова, что Иран, как всегда, сосредотачивает свои усилия на разрешении споров между Арменией и Азербайджаном по дипломатическим и региональным каналам. Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, представляющим взаимный интерес. Абдуллахьян отметил, что на последней встрече президентов двух стран в Астане достигнута договоренность, что необходимо уважать территориальную целостность всех стран региона, в том числе Азербайджана. «Мы всегда верим, что присутствие внешних сил в регионе еще больше усугубляет споры, и поэтому мы против их присутствия», — сказал глава МИД Ирана. Ряд азербайджанских пропагандистских СМИ оказались в смешном положении из-за очередной лжи. В статье азербайджанского сайта Modernaza 30 октября говорится, что, по словам социолога Аарона Адебекиана, судьба Армении решится в конце этого года. «У Азербайджана есть альтернативы. У него есть возможность работать параллельно с Западом и Москвой. А возможности Армении в этом отношении равны нулю. Если мы хотим выиграть сейчас, мы должны делать то, что говорит Кремль, и говорить «да миру», — говорится в статье». Примечательно в этой ситуации то, что социолог Аарон Адебекиан, которого СМИ представляют как политика, скончался 3 января 2021 года. Россия рассчитывает, что встреча в Сочи лидеров РФ Армении и Азербайджана позволит продвинуться на пути к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Проблем еще немало. Думаю, что они могут проговариваться, в том числе на завтрашней встрече в Сочи». Комментируя заявление премьер-министра Пашиняна о том, что мирный договор может быть подписан до конца года, Руденко заметил, что все может в этой жизни случиться. Спикер парламента Армении Ален Симонян принял делегацию во главе с руководителем бюро USAID в Европе и Евразии Эрин Элизабет Макки. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества парламента и агентства. Симонян заявил, что Соединенные Штаты занимают важнейшее место в политической и экономической жизни Армении. Он добавил, что Ервен заинтересован в более глубоком возлечении США в обеспечении безопасности и экономического развития страны. По итогам встречи в Сочи лидера в Армении, России и Азербайджана ожидается заявление. Об этом в парламенте на вопрос «Фактора М» заявил председатель НС Арлен Симонян. «Думаю, будет заявление, поскольку эти мероприятия должны каким-либо образом завершиться. Если заявления не будет, это будет означать, что организатор встречи России, так сказать, встречи не удалось», — сказал Симонян. В свою очередь, Кремль устами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова заявил, что если будут согласованы документы, общественность будет проинформирована. Национальное собрание Республики Арцах применило специальное заявление, в котором говорится, что Арцах никогда не был и не будет в составе независимого Азербайджана. Именно этот принцип должен лежать в основе урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта. Любая попытка насильственного присоединения Арцаха к Азербайджану будет расценена как грубое нарушение международного права и официальное согласие на совершение нового геноцида армянского народа. Следовательно, документы подобного содержания неприемлемы для республики. 31 октября спикер парламента Армении Ален Симонян принял депутата Великого национального собрания Турции армянского происхождения Кароб Хайлана. Симонян отметил, что в Армении с большим вниманием следят за его проармянской и весомой деятельностью. «Весьма важно, что вы держите в центре своего внимания защиту прав проживающих в Турции национальных меньшинств», — подчеркнул Симонян. На встрече были обсуждены последствия последней азербайджанской агрессии и затруднуто открытие армяно-турецкой границы. Согласно Хайлану, у широкого круга людей в Турции недостаточно информации по обсуждениям об открытии границы. Он также поделился с председателем парламента своими впечатлениями и наблюдениями по армяно-турецкому процессу. МИД Армении выразил соболезнования в связи с трагедией, происшедшей в результате обрушения моста в городе Морби, штата Гударада Индии. Глава МИД Армении Рарат Мирзуэн написал в Твиттер, что в Армении потрясены известия о трагедии. «Выражаем наши искренние соболезнования и солидарность братскому народу и правительству Индии. Наши мысли и молитвы с семьями погибших пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — отметил он. «Отметим, что в результате трагедии погиб по меньшей мере 141 человек. Число погибших может вырасти, так как многие пока числятся пропавшими без вести. Мост рухнул всего через несколько дней после длительного ремонта. По данным местных властей, на мосту и рядом с ним собрались около 500 человек. Они отмечали праздник Дивали». США и Южная Корея начали крупномасштабные совместные военно-воздушные учения в небе над Корейским полуостровом. Участвует 240 боевых самолетов, пишет южнокорейское агентство Йоханхап. В рамках маневров запланированы около 1600 боевых вылетов. Подобная подготовка необходима для противодействия потенциальной угрозы со стороны Северной Кореи. Страна в этом году устроила рекордное количество ракетных пусков. Кроме того, Сеул опасается, что Пхенян вскоре может провести ядерные испытания.